Я рад приветствовать наших финалистов. Меня зовут Кучаенко Валентина. Я одна из финалисток конкурса «Косинус» номинации «Потенциал». Понравилось, конечно, место проведения МГУ, то есть это гарантия того, что будут приглашены ведущие эксперты. Меня зовут Николай Пусынько. Я студент факультета иностранных языков МГУ. Работаю сейчас письменным переводчиком и редактором в пресс-службе ФИСТЕХа. Меня зовут Екатерина Агеева. Я закончила МГУ Моносова в профессиональных языках регионов ведения и высшая школа перевода в Санкт-Петербурге. Меня зовут Афанасьева Мария. Я окончила ФЛФАК СПБГУ и потом университет БАТа в Англии. Меня зовут Лебедева Надежда. Пять лет назад я закончила факультет перевода Нижегородского государственного лингвистического университета. У нас не было синхрона в учебной программе, но синхронный перевод для меня был какой-то такой все это время недосягаемой мечтой. Меня зовут Минцаковская Марина. Я письменный устный переводчик из Киева. Хороший переводчик, плохой переводчик, но столько относительно для меня. Мне было интересно, как переводят другие. Меня зовут Беспалова Анастасия. Я учусь на четвертом курсе МГУ и наполняю объясненные переводы. Мне было очень интересно просто попробовать даже поработать на таком оборудовании, посмотреть, что это вообще такое, как это выглядит, как ты секрет при этом ощущаешь. Мне кажется, элемент соревнований в синхронном переводе присутствует всегда. Синхронный перевод — это не только искусство, но еще и спорт, предполагающий длительные, измерительные подготовительные тренировки и необходимость выбить лучший результат. Конечно, звездный состав жюри сразу привлек мое внимание. Президент русской переводческой компании Павел Русланович Палащенко. Генеральный директор русской переводческой компании Тимофей Акроев. Руководитель департамента переводов Сберегательного банка Российской Федерации Сергей Аскретков. Генеральный консул Российской Федерации в Казабланке, в Марокко Андрей Витальевич Цибенко. Переводчик Международной ассоциации синхронных переводчиков АИК Джулия Боджер. Старший менеджер компании «Делойт и Туш» Стивен Дебетюн. Представитель посольства Великобритании Дэвид Лаверин. Высококлассный синхронный переводчик Алексей Королев. Высококлассный синхронный переводчик Алексей Шилов. Перевод будет сначала осуществляться с английского на русский. Небольшая пауза. Потом они будут переводить с русского языка на английский. Первый отрывок Гордон Браун. В первую очередь я бы хотел сказать, что я очень рад выступать с лекцией в этом университете. Я был здесь когда-то студентом и знаю, что этот университет имеет репутацию за хорошую репутацию, беспристрастность и все остальные качества, которые я бы хотел культивировать, когда начал заниматься политикой. В возрасте 16 лет я прибыл сюда, и у меня была травма после тренировок, после игры в рэгби. И я месяц провел в больнице, и мне грозили операции, и я обнаружил кое-что о национальной системе здравоохранения. Именно я обнаружил не только, что они бесплатны, но также то, что каждый... Когда мне было только 16 лет, и когда проезжала дама, предлагающая нам напитки в больнице, нам предлагалось бесплатное пиво, бесплатная вода, и это было очень здорово. Я поступил в университет в 16 лет, это было очень рано, и... И я чувствовал, как говорил Марк Твен, когда он из своего пресбитерианского детства отправился в взрослую жизнь, и там он обнаружил все излишки современного общества, в виде... в виде... в виде... в виде... игры и прочего. Этот университет также стал домом не только для меня, но и для тысяч других людей по всему миру. И многие из вас, возможно, слышали историю Филла Маршалла, который обращался к своим войскам в... в 1994 году, и Маршалл Монгомери был далеко не скромным человеком. Он сказал, что когда... Наполеон и Александр... что он был одним из самых величайших блоководцев, равне с Наполеоном и Александром Великим, и когда он... когда он... он сказал, что самое главное в любой войне, это вы, и это соответствует как военным силам, так и студентам. Все люди, которые находятся в университете, и которые служат здесь в разных, совершенно разных должностях, и они крайне важны, и я очень рад, что был причастен к истории Зенбургского университета, и я думаю, что вы... мы все должны гордиться этим. И вы могли бы сказать, что... я бы хотел поделиться одним наблюдением, благодаря британскому народу. Я занимался коммуникационными... родителям коммуникационными навыками здесь, и... менеджментом. Я знаю, как... отключать, включать микрофон, и... когда я поступил в Зенбургский университет, когда я сюда приехал несколько месяцев назад, я встретил людей, которые здесь работали, когда я учился, и они сказали, что здорово здесь вас видеть, вы приехали сюда... тогда, когда вы к нам поступили в первый раз, вы были по пути наверх, сейчас вы по пути назад. И когда я... И это похоже на анекдот, когда... я utilisался обслуживанием этого момента. Вы сказали, что ваш фильм был создан в executives и немецких книгах. А guy сказал, что... я Monate сегодня увидел это момента. Said, что в знали, что это было сделано нашей песеной? Я бы хотел поговорить этим вечером о трех взаимосвязанных идеях. Первое из них, что у нас стоят глобальные проблемы, которые могут быть решены только глобальными решениями. Это уникальная ситуация, что проблемы могут быть категоризированы как глобальные, и мы должны выработать глобальные решения для их решения. И во-вторых, нам нужны глобальные институты, которые соответствуют вызовам времени, и такие, как Международный валютный фонд. И в-третьем, мы должны подчеркнуть развитие международного общества такими же глобальными организациями. Я бы хотел сейчас вспомнить о времени сразу после Второй мировой войны. В 1946 году Жан-Поль Сартр, Альберт Камью, Альберт Кеслер и Андрей Майло, три французских интеллектуала и один британский, встретились и обсуждали, что они будут делать в виде Холодной войны. И многие из вас знают Альберт Камью, и он был экзистенциалистом. Камью сказал Сартр и другим, должны ли мы признавать, что мы все несем ответственность за потерю moral values? Мы должны признать, что мы все утратили моральные ценности, и моральные ценности должны быть возвращены. Но люди должны иметь надежду, что в будущем они снова их обретут. Это было время сразу после Второй мировой войны. И в 2002 года Элеонора Рузвельт, жена умершего президента Соединенных Штатов Америки, учредила то, что впоследствии стала декларацией прав человека. И она председательствовала на заседании комиссии, которая осматривала те ужасы, которые произошли в ходе Второй мировой войны. И они объединили людей со всего мира на этой конвенции, и были представители из Запада и Востока, из Америки, из Индии, Китая, из многих стран. И что интересно, они обнаружили, что они не могли прийти к соглашению по отдельным моментам конвенции, но они не могли прийти к заключению о том, почему это действительно важно в современном мире. Они смогли прийти к сознанию, но они не могли найти рациональные основания для этих прав. Поэтому сейчас у нас есть Всемирная Декларация Прав Человека, в которой перечислены запреты на пытки и все остальное. Но в то же самое время произошла встреча политических философов, которым задали вопрос, а что вы видите в качестве основы прав человека? В чем фундамент Всемирного общества? Из Индии прислал письмо Ганди, и другие мусульманские мыслители, индуисты. Они все написали свои ответы, их можно прочитать сегодня. Был сформирован комитет философов, и он попытался прийти к единому мнению. В 1948-м, когда работал этот комитет, было очень трудно прийти к общему согласию, какую основную концепцию выбрать, марксистскую или какую-то другую. Но на фоне этого спора присутствовало общее понимание, некий общий знаменатель. Они смогли прийти к единому мнению о том, что существуют такие права, которые стоит защищать ответственно всем странам. Я думаю, что если прочитать их работы, становится понятно, что они говорили о всемирном обществе, основанном на ответственности. Поэтому тема моего выступления сегодня состоит в том, что есть глобальные проблемы, которые нуждаются в глобальных решениях, но и, во-вторых, всемирные институты, и, в-третьих, необходимо создание всемирной этики. И сегодня это, пожалуй, даже важнее, чем когда-либо раньше. Почему я считаю, что в современном мире нужны глобальные решения для глобальных проблем? Не общие, не национальные, а всемирные, глобальные, которые связаны с сущностью мира как общности. Я приведу пример. Всего три года назад произошел финансовый кризис, и я присутствовал на совещании глав европейских стран после падения рынка в Америке. И там присутствовали представители из Германии, Франции, Италии, из всех стран Европы. Кстати, они пригласили британцев. С тех пор, как появилась еврозона, нас не всегда приглашают. Люди говорили, это англо-саксонская проблема, это американская проблема, в Америке проблемы с долгами. Винили в этом американские банки. Вы, британцы, не должны следовать их примеру, это не будет вашей проблемой. А я им ответил, послушайте, вот эта проблема с ипотекой в Америке, да, цифры действительно страшные. Но неужели вы не понимаете, что половина из всего этого влияет на Европу, на ирландские банки, на британские, на европейские банки, которые покупали высокорисковые инвестиции и отражали их в своей документации. И проблема вот этих высокорисковых инвестиций, которая привела к кризису, попала и в Европу тоже. И тогда это была уже вовсе не англо-саксонская проблема, а всемирная. Потому что по всему миру происходит глобальное свободное передвижение капитала и товаров. Поэтому, если один регион в мире попадает под удар, страдают все. Это не американская проблема, а всемирная. И справиться с ней можно было только глобальным решением. Смотрите, что происходит последние две недели. Люди спорят, как защитить банки от будущих финансовых кризисов. Мы все понимаем, что безопасность наших денег, пенсий, она зависит от наших финансовых институтов. Им нужна безопасность. Чтобы быть безопасными, им нужен капитал, который поможет им выдержать финансовый кризис. Теперь люди по всему миру спорят, А какие ввести требования к капиталу банков, чтобы они были безопасными? В Швейцарии говорят, 18% капитал, деленный на рисковые вложения. В других местах называют другие цифры. В Британии две недели назад некоторые банки поставили условие, что если им не снизят эту цифру, они выйдут за границу, будут работать в Сингапуре, в Америке. Некоторые не смогли выйти, конечно, они государственные, как они могут уйти. Выходит, что кризис, мировой финансовый кризис, требует решения тоже глобального характера, в виде стандартов для всего мира, которые будут действовать в будущем, которым будут следовать банки. Иначе будет идти от плохого к еще худшему, и кончится это очень плохо. Я считаю, что в мире финансов, в экономике существуют глобальные проблемы, связанные с тем, что все страны взаимосвязаны. Не общие, а именно глобальные. Они затрагивают нас всех, мы все связаны, нельзя разделить страны. И чтобы решить такие проблемы в сфере банков, финансов, нужны глобальные международные решения, которые координируются совместно. Вторая проблема, с которой нам недавно, в последнее время приходится сталкиваться, ухудшение климата, защита климата. На одной конференции нам потребовалось прийти к совместному решению по поводу мер, которые будут приниматься по этой части. И премьер-министр Дании, который был председателем на этой конференции, приехал, вышел на сцену, и один из делегатов тут же выступил с предложением запретить ему выступать. Довольно сложно было для международного сотрудничества, сами понимаете. Если бы в своей стране он это сделал, его бы могли в тюрьму посадить. А тут международная конференция, и она начинается безо всякого согласия. И даже кто будет председателем, и то нельзя выбрать, потому что все считают по-разному. Это показывает то, что существует глобальная проблема, ухудшение состояния окружающей среды, изменение климата. Ученые не до конца согласны о том, в чем ее суть, но они согласны, что она есть и что она влияет на все страны. И мы часами беседовали о том, какой ответ, какие меры мы должны принять. И мы пришли к единому мнению по поводу прозрачности, источников финансирования для развивающих стран. Но был один момент, который не нашел общего решения. Это письменный документ, которым зафиксированы эти меры. Выходит, что даже если в Японии происходит бедствие на ядерной электростанции, когда цены на нефть в последние годы хаотично меняются. И мы не можем согласиться по проблеме климатических изменений и сократить выбросы СО2 по всему миру. И отсутствовало соглашение, потому что необходима инвестиция в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, турбины и так далее. Но мы не получим эти инвестиции, пока люди не понимают, в чем заключается стабильность нового режима без СО2. Итак, глобальная проблема была, а решения не было. Но эта глобальная проблема будет существовать, пока мы не найдем это глобальное решение. Позвольте мне представить вам третий пример до того, как я подведу все к заключению. Неравенство по всему миру. Меня в течение долгого времени интересовали проблемы людей в Африке. И в этом университете существует замечательная традиция. Здесь происходит кооперация со многими африканскими странами. Многие африканские лидеры учились здесь, в университете Эдинбурга. Но, как вы знаете, 15% населения мира проживает в Африке. И скоро там будет проживать уже 20%. 25% молодых людей будут в Африке. И там будет один из четырех молодых людей со всего света. Но если у меня белая кожа, в Африке всего один процент богатства населения. В Африке есть много различного сырья, минералов. Но там всего один процент мирового производства. И также там только один процент всемирного дохода. И вот мы смотрим на этот гигантский континент, перед которым стоит проблема, которая вытекает из мирового обмена товарами и потока денежного. Это все наследие имперского доминирования. Есть огромная земля, в которой очень низкий доход. И мне кажется, это глобальная проблема тоже. Потому что если мы не можем разрешить проблему в Африке, тогда люди начнут мигрировать. Это мы наблюдаем в Северной Африке сейчас. Будут мигрировать тысячами в Европу. И если мы не предпримем никаких действий в направлении решения проблем в Африке, мы увидим то, что мы уже увидели. Ал-Каида уже построила серьезную сеть в разных странах Северной Африки. И если мы не будем решать эти проблемы, тогда мир будет казаться очень несправедливым. В мире будет несколько миллионов молодых людей, которые не могут найти работу. И в регионе Северной Африки и также в Южной Африке люди увидят, что их стремления не могут найти никакого выхода. И это глобальная проблема, потому что она касается всех нас. Но нет никакого выхода из этой проблемы через двусторонние или многосторонние договоры. Миру придется работать над этой проблемой так, как никогда мы еще не работали. Нам нужно убедиться в том, что есть возможности для младых людей, есть рабочие места там, и что неравенство уменьшается. Я вам представил сейчас три примера того, что, мне кажется, представляет категорию проблем, которые мы должны называть сейчас национальными проблемами. На местные проблемы мы отвечаем местными решениями. В Эдинбурге есть власти, местные власти, и почти любая проблема решается там или в частном секторе. Но если мы обнаруживаем, что на уровне Эдинбурга невозможно решить какие-то проблемы, мы обращаемся к нашему правительству, и решаются так проблемы в разных секторах, проблемы благополучия или трудоустройства и так далее. Но от местной формы правления мы передвинулись к национальной в XIX веке. Сейчас мы также в XXI веке переходим на новый уровень проблем. Они настолько гигантские, что мы не можем решить это в рамках одной страны или в рамках, например, европейского региона, то есть через двусторонние или многосторонние отношения. Итак, нам необходимы глобальные решения для глобальных проблем. Необходимо, чтобы международные институции работали хорошо. В 40-х годах был создан МВФ и другие организации, ООН, и был план Маршалла, который увеличил уровень трудоустройства в Европе в рамках реконструкции. Они работали с национальными экономиками, с главными потоками капитала, с источниками продуктов и товаров. И сейчас международные институции, которые были сооружены, организованы в 40-х годах, им сейчас сложно бороться с новыми проблемами, новыми глобальными проблемами, которые я сейчас описал. Поэтому в результате финансового кризиса и в результате того, что мы сейчас не можем решить проблемы климатических изменений с тем, что происходит с неравенством во всем миром, это значит, что в течение нескольких лет нам необходимо будет построить такие учреждения международного уровня, которые могут работать с такими проблемами. И сейчас я вам показываю, что нет такой организации. Я вам уже рассказывал, что 192 представителя стран не смогли прийти к соглашению. Мы должны... Если бы в 1945 году было бы известно о проблемах климатических, была бы учреждена институция, которая бы могла это решить. Сейчас мы должны сделать так, чтобы международные организации работали так, чтобы разрешить эти проблемы климата, неравенства, бедности. И сейчас я уже могу туда добавить и терроризм, и торговлю по всему миру, помимо других проблем. Но если мы сможем разрешить проблемы, о которых я сейчас говорю, нам придется опереться на то, о чем я сегодня уже говорил, на декларацию по правам человека. Нам будет образовать основу новых учреждений с помощью мировой этики, потому что нации обладают силами на огромном уровне. И необходимо, чтобы мы несли ответственность. Протекционизм это очень важная тенденция, как мы видели в последние два года. В каждой стране два года назад у нас были глобальные корпорации на очень высоком уровне, и теперь у нас есть страны, которые занимаются международной торговлей, которые хотят разрешить собственные проблемы и не обязательно так хорошо сотрудничают на международном уровне. Но нам нужно выстроить образование, безопасность на международном уровне и торговлю. Итак, как вообще подумать о возможности создания какой-то этики, на которую можно опереться при создании учреждений? Государственные учреждения опираются на сильное чувство национальной самоидентификации. В каком-то смысле национализм стал довольно мощной силой, и в нашем веке это тоже относится к некоторым странам. Итак, как же опереться, на что же опереться институтам, которые смогут решить проблемы, которые мы только что описали? Я думаю, что нам нужны будут такие же переговоры, как в сороковых, о том, на что опирается общество, которое мы развиваем. Я думаю, что у нас должны быть развернутые консультации, мы должны говорить с людьми о том, что мы подразумеваем под возможностю глобального гражданства по сравнению с гражданством и государственным. Я думаю, мы обнаружим, что мы можем бороться за международное сотрудничество, о котором мы говорим, с исторической точки зрения, как и последние два века мы говорили об этом. Мы значительно продвинулись, потому что люди видели проблемные события в прошлом. Например, два века назад рабство существовало, и после этого люди решили, что каждый человек может быть членом общества, что рабство не должно быть, что его нужно упразднить. После этого права женщин, права детей, права инвалидов, конечно, права геев и лесбиянок. В ходе этих двух веков мы видели людей, воспринимали их как чудаков, как аутсайдеров, но после этого возник моральный компас, на который мы стали ориентироваться. После этого нам пришлось справляться с геноцидом, с Холокостом, и мы не можем сказать, что история автоматически говорит нам о том, что глобальная этика возможна. Мы можем посмотреть и на науку. Все научные достижения за последние века, мы обладаем огромными знаниями о человеческой природе. Мы думаем, что младенец рождается с чувством справедливости, что в человеческом мозге есть моральные аспекты, что эволюция человечества состоит в эволюции сотрудничества, а не только эволюции натурального отбора, о котором мы так много говорим и пишем. Мы видим научные данные, которые подтверждают, что мы действительно можем сотрудничать с другими человеческими существами по всему миру. Затем мы можем посмотреть на саму философию. Этот университет очень хорошо вложился в то, что мы поднимаем под моральную философию в 21 веке. Мы можем утверждать, что человек имеет довольно уникальную способность, способность аргументировать, способность пытаться решать проблемы. Мы можем говорить о роли великих философов. Мы можем говорить о том, что без этого разумного аргументирования мы не знаем о позиции, в которой мы окажемся. И мы должны на самом деле сосредоточиться на том, чтобы продвигать свободу каждого индивидуума. Мы можем подписать как называемый социальный контракт, который будет эквивалентом глобальной этики. Но дело в том, что из общественной сферы хочется исключить религии. Но мы можем также утверждать, что наша способность думать о глобальной этике зависит от наших способностей не только к аргументированию, но и способности к эмпатии, способности сопереживать друг к другу. Если мы подумаем о выдающихся событиях последних 30 лет, если мы подумаем о том, что мы видели детей в Эфиопии, ребенка в Эфиопии, который с тех пор много где показывался, что вызвало гуманитарной помощи по борьбе с голодом в Африке, если мы вспомним посты с фотографией девочки, которая стоит около вьетнамского танка, на которую попала напалом. Мы подумаем о том, что происходит с нашей эмпатией, нашей способности сопереживать. Мы чувствуем боль окружающих, мы верим во что-то, что больше нас самих. И независимо от того, насколько далеко эти люди находятся, мы чувствуем, что мы им сочувствуем тем, кто сталкивается с такими сложностями. И на это, конечно, опирается глобальная этика, и на это опирается религия. Потому что у этих двух сфер, помимо прочего, есть общая черта. Они подписываются под так называемым золотым правилом. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Если мы рассмотрим ислам, хинди, буддизм, иудаизм, если мы рассмотрим все основные религии, все они говорят о нашей ответственности перед окружающими. Желай для своего брата то, что ты пожелал бы себе. Все религии имеют что-то общее с таким золотым правилом. Поэтому, мне кажется, что мы должны думать о мире в таком смысле. Есть глобальные проблемы, которые нуждаются в глобальных решениях. Они не могут быть решены без выстраивания эффективных глобальных учреждений будущего. Но эти институты, учреждения, которые мы построили в 40-х, не разрушат грядущие кризисы. Эти институты, построенные в 40-х, не смогут разрушить финансовый кризис, проблемы изменения климата, сами по себе. В случае проблем изменения климата, они не справились. Если у нас появятся международные институты, достаточно мощные для того, чтобы разрешить эти проблемы, которые могут справиться с протекционизмом, с национализмом, наши международные институты должны опираться не на это, не просто на страны, которые сотрудничают друг с другом. мы должны опираться на граждан этих стран, которые либо с исторической, либо с философской точки зрения готовы сотрудничать друг с другом. Но мой финальный вывод в том, в чем-то абсолютно новом, что произошло за последние несколько лет. Это относится к нашей способности непосредственно взаимодействовать друг с другом вокруг мира. Речь идет о революции, которую произвел интернет. Это означает, что мы знаем, что происходит в других странах. Мы знаем об этом очень быстро, что репрессии могут существовать, но интернет в конце концов раскроет этот факт. И более того, люди через интернет могут сотрудничать так, как не происходило никогда до этого. Например, есть организация, которая обладает более 8 миллионами членов в каждом обществе. эта организация борется за перемены. Если вы подумаете о Филиппине в 90-х, организация пыталась объединить людей, но филиппинское правительство не справилось, перемены не были проведены. Но теперь люди общаются через интернет и через него проводят перемены. Например, подумайте про Египет. Например, для египетского правительства в ходе революции было очень важно запретить доступ в интернет, чтобы молодежь не могла общаться друг с другом и координировать свои действия. Поэтому просто подумайте о том, как меняется мир. У нас есть не просто возможности согласовывать глобальные правила и аргументировать наши точки зрения. У нас есть эмпатия, у нас есть способность переживать людям, которых мы никогда не встречали. И теперь у нас есть с помощью технологического прогресса возможность общаться друг с другом. И мне это кажется основой, на которой мы можем продвинуться дальше к будущему. Когда я думал, много размышлял, я прочитал Гладстона. Не когда он был премьер-министром Великобритании. Он делал разговор с великим поэтом Теннисоном. И вы знаете, что на Олимпиаде 2012 года строки Теннисона были выбраны девизом «Бороться и искать, найти и не сдаваться». И вот тогда люди приезжали в Лондон. Но ближе к концу жизни Теннисон стал пессимистом относительно будущего мира. Он написал «Хаос, космос» или «К чему все придет?» То есть взгляд его на будущее был очень пессимистичен. И Гладстон написал Теннисону и в 19 веке написал статью в журнал. А сегодня у нас уже мало кто из премьер-министров пишет статью в журнал о культуре. Так вот, он написал, что вы Теннисон 60 лет назад вы написали Локсли Холл абсолютно пессимистичным тоннам. Но некоторые вы писали, что в будущем я вижу яркое будущее. И в этом стихе Теннисон представил прообраз ООН. Так, по крайней мере, сейчас говорят. Теннисон написал, да, сейчас время для пессимизма, люди не смотрят с оптимизмом в будущее. Однако, за последние 60 лет немало было достигнуто, и это же основа для оптимиста. И это вошло в ваша поэсси. Я бы сказал, что надо следовать мысли Гладстона, быть оптимистами, смотреть в будущее с оптимизмом. Еще расскажу о Кеннеди, президенте США. У него была речь на анаугурации в Вашингтоне. Она стала очень известна. Недавно городский университет меня попростили огласить отрывок из этой речи. И люди со всего мира хотели составить новую версию, компиляцию этой речи 60-х. У него была прекрасная речь. И была еще прекрасная цитата. Не спрашиваешь, что государство может сделать за себя. Вопрос в том, что ты можешь дать государству. Никогда не веди переговоры из страха. То есть нельзя спасти многих, если нельзя помочь многим беднякам, нельзя бороться за нескольких богачей. и другие президенты так зацентировали Кевери. Меня попросили еще процитировать другую фразу. Можно преодолеть голод, бедность и войну. Это прекрасные слова. Я думаю, нам надо быть оптимистами. Будет новый мир, будут глобальные проблемы, они всеобщего характера. Для них нужны всеобщие решения, поэтому нам нужны глобальные институты для решения этих проблем. Иначе у нас всегда будет финансовая кризис один за другим, будут и проблемы с экологией, будет имущественное расслоение по всему миру, и оно будет преследовать наши страны, континенты много-много лет. Я убежден, проблемы мы можем когда в древнем Риме Цицион говорил с народом, к нему подходили люди и говорили великолепное выступление. Но когда Димофен выступал в Древней Греции, к нему подходили, ему говорили невеликолепное выступление, говорили пойдем на улице, нам надо выйти на улице и выступать за справедливость, и я думаю возможно построить лучший мир за счет глобальных решений и глобальных институтов эффективности, но основываться они должны быть на нравственной возможности. Ваша речь похоже, что мы уже 30 лет слышим и Бортсворд тоже говорил об этом. То есть возможно нам стоит реалистично обсудить вопросы решения. то есть кажется мы говорим снова о долге и ноше белого человека. думаю это ноше белого человека, то есть наша ответственность перед странами Африки. Я думаю иногда мы недооцениваем события последних 30 лет. Когда я был студентом, если бы я услышал и тогда декан сказал, что я немало хлопот доставил профессоре, мне кто-то сказал, что через 20 лет апартеид будет повержен дед Нельсона Манделлом и станет президентом Юэр, что холодная война завершится и что мы будем видеть демократический строй в странах где его раньше не было, что мы увидим цели развития тысячелетия и мы увидим демократию на Ближнем Востоке и что мы увидим повторение Ирана в Египте а этого не служилось мир изменился с тех пор поэтому нам удалось избежать вот этого наследия колониализма мы приняли этот долг по отношению к народам которые беднее нас но я думаю что все-таки экономические перспективы Африки еще не очень радужны что мы можем делать можем расширить возможности африканцев с помощью международных усилий говорят Ричард Никсон в 59 году отправился в Ганну был день независимости новый президент как раз вступал в должность по всей стране был праздник вице-президент США не знал что говорить ганцам там все были черные женщины и мужчины и вот он думал с ними поговорить и вот он сказал ну как же вам чувство свободы как вы себя чувствуете а потом следующий ему сказал ну как вы же свободы как вы чувствуете и третьему сказал то же самое ему ответили откуда я знаю я же из Алабамы в 60-е годы Африка конечно политически освободилась но движение гражданских прав началось в Америке в 66-м году но социальные и политические права для Африки никогда не основывались на том что они получили из-за времен независимости поэтому я считаю что и Африка и развивающиеся страны столкнулись с такими большими проблемами что следует их считать глобальными надо трудиться бок о бок с людьми которым нужна инфраструктура в инфраструктуру в образовании и так далее если этого не делать проблема перерастет в глобальную и я был в школе в Нигерии я посетил одну из школ в Нигерии я приехал туда с Бона по певцам и он спрашивал детей кем они хотят стать в будущем то есть он прям спрашивал их по очереди кто-то говорил я хочу быть учителем кто-то говорил я хочу стать врачом у всех детей были прекрасные амбиции Бона очень расстроился что никто не хочет стать популярным певцом я расстроился потому что никто не хотел быть политиком но вот что важно в этой школе были дети с великими амбициями с огромными амбициями но при этом они находились в ужасных условиях то есть буквально вся экономика разваливалась в аудиториях не было столов они сидели на полу это происходило в Буджи в Нигерии прямо в школе которая управлялась исламской сектой в этой школе были прекрасные условия и туда перетекали ученики из государственной школы просто потому что там были лучше условия и лучше образование и мне кажется это важный аргумент важно думать об этом когда мы говорим о проблемах образования в том числе в странах третьего мира нам необходимо найти новую экономическую стратегию которая сможет поддерживать Африку и в первую очередь более бедные государства как я уже сказал в Африке существует действительно огромный разрыв между богатыми и бедными но мне кажется что нам нужно всем вместе всем государствам помогать Африке развиваться можем сделать это только вместе пожалуйста вопрос простите я буду выбирать тех людей которые выглядят как студенты для того чтобы задавать вопросы так что если хотите задать вопрос притворитесь что вы студент надеюсь что я похожа на студентку простите если я задам неудобный вопрос но вы говорили о прогрессе и мне бы хотелось чтобы вы что-то сказали о международном масштабе вы много об этом говорили как вам кажется что происходит сейчас в Великобритании в вашем опыте может быть вы можете сказать о прогрессе в той форме которой сейчас его поддерживает правительство Великобритании которое мне кажется немного контринтуитивным да спасибо за вопрос я наверное должен был сказать о своем опыте который я получил на передовой политике однажды один из великих спикеров сказал я потеряла искусство коммуникации но не искусство публичных выступлений мне кажется это справедливо в отношении всех политиков всех стран но что касается Великобритании я постараюсь поместить Великобританию в общий мировой контекст давайте представим что мы смотрим на ситуацию сейчас через 50 лет можно сказать что 50 лет назад мы проходили один из самых сложных экономических периодов истории и вы сейчас его переживаете первый раз в течение последних 200 лет Британия и Европа производила меньше продуктов ВВП этих стран был меньше чем ВВП таких развивающихся стран как Индия и Китай например что это значит мы никогда за все годы с индустриальной революцией не находились в такой ситуации ни мы ни Соединенные Штаты Америки но что касается будущего в ближайшие 10 лет изменения будут происходить еще быстрее и вот эти рабочие которые сейчас работают в Азии в странах Азии в Китае например в Индии они будут не только производителями но и потребителями это означает что влияние этого прогресса повлияет этот прогресс окажет влияние на всех нас представьте что в Индии в Китае и в других развивающихся странах будет намного больше потребителей и вот в чем вопрос сможет ли США Британия и Европа производить товары для этого рынка или он будет самодостаточным представьте рынок потребления в развивающихся странах будет в два раза больше чем сейчас в США хотя рынок потребления в США на протяжении прошлого века был самым активным мы будем производить товары высоких технологий которые люди захотят покупать в самых высоконаселенных странах это одно из возможных направлений развития но возможно мы и откатимся назад они будут производить все новые технологии все сложные продукты для себя если мы не будем инвестировать в образование то мы не сможем заниматься производством высокотехнологичных продуктов это значит что следующее поколение окажется в еще большем кризисе вот что я говорю людям мы находимся в переходном периоде который еще не закончился и когда этот период произойдет так как он происходит нам нужно готовиться к вызовам будущего и это не только про то что происходит в Британии Америке но и про Европу в целом мы не можем себе позволить не инвестировать в образование не инвестировать в науку в производство вот что я хочу сказать Европе если мы не будем инвестировать в будущее то неизбежно самый большой потребительский рынок в развивающихся странах в Азии будет сам себе производить все товары и мы просто будем неудел несмотря на нашу свободы свободы собраний свободы мыслей сейчас будущее зависит от нашей креативности от нашего творчества и на этом мы должны основывать свое будущее развитие мы не должны соревноваться с массовым производством в Вьетнаме и в Китае за массовое производство рабочим платят 100 долларов примерно в месяц мы не можем сотрудничать с этим рынком мы не можем сотрудничать с этим странами поэтому мне интересно говорить как раз о нашем будущем и вот что я говорю если мы сейчас не готовимся к будущему то мы не найдем себе в нему место и первое что нам нужно делать это инвестировать в образование готовить студии студентов которые сейчас учатся в высших учебных заведениях для того чтобы они развивали свое творческое мышление и сами искали ответ на вопрос какое направление развития для нас лучше всего добрый день меня зовут Мариам я студентка вы говорили о создании глобальных институций как возможно это сделать если такие державы как США как Британия в целом не хотят чтобы их свободы ограничивались этими глобальными институциями так как это возможно да это хороший вопрос действительно глобальные институции выносят какие-то декреты принимают какие-то решения они должны приниматься всеми странами участницами мне кажется что единственный способ нам пройти через текущий кризис это сформировать эти институции из великой двадцатки изначально это основали финансовые министры и так да в большой двадцатке было 26 стран они 20 так что это большая двадцатка в которую было 26 стран они объединились в Лондоне в апреле 2009 года затем в Петербурге в октябре они приняли решение о том что каждый будет принимать необходимые решения триллион долларов поддержку мировой экономики для того чтобы преодолеть рецессию скатывание в депрессию потому что все тенденции указывали на то что мы скатываемся в тридцатые годы но тогда необходимо было обеспечить будущее рост в будущем нам необходимо было преодолеть рецессию и построить более удочивую экономику я согласен с вами что как только было снято премия финансового кризиса как только мы увидели тенденцию на островление экономики стало все сложнее убеждать людей сотрудничать на благо будущего если Китай будет наращивать свое производство свое потребление если люди будут все больше и больше людей будет переходить в средний класс ведь Китай производит в три раза больше чем те объемы которые она потребляет вот если мы видим наращивание потребления в Китае в Индии в Средней Азии если Индия позволит потоку товаров из других стран прибывать в страну и более бедные слои в Индии смогут себе позволить покупать эти товары если мы увидим больше инвестиций в образование в науки в технологии будущего если мы достигнем глобальной договоренности о том что произойдет в интересах экономики в интересах создания обучих мест тогда глобальная экономика от этого выгодит поэтому и здесь ключ в сотрудничестве мы видели что произошло в 2009 году мы увидели облегчение долгов в 2005 году принятие цели развития тысячелетия которые позволили сделать так что 40 миллионов детей смогли ходить в школу и мы снизили уровень смертности среди детей но нужно не только сотрудничество между элитами для глобального сотрудничества необходимо чтобы люди в разных странах взаимодействовали друг с другом чтобы люди поддерживали глобальные этические принципы и понимали что необходимо отходить от национализма и протекционизма поэтому я отстаиваю идею о том что да необходимо сотрудничать более результативно и продуктивно но необходимо делать это иными способами чем сейчас это не должно быть взаимодействие только между министрами иностранных дел нужно взаимодействие между гражданами и вы можете внести в это свой вклад сейчас очень многие участвуют в НПО по всей стране по всему миру и вы тоже можете внести свой вклад там еще есть у кого-то вопрос подождите пожалуйста вы зададите следующий вопрос я вкратце меня зовут Анна Мария я также учусь в этом университете вы говорили о международных организациях как вы думаете какова здесь ситуация в будущем вы упоминали о ООН о большой процедке о ВФ о ВТО во всех этих международных организациях которые работают довольно автономно независимы друг от друга нас ждет множество глобальных проблем и как мы будем это решать если правая рука не будет знать что делает левая есть ли у вас какие-то идеи насчет того как может строиться сотрудничество на таком уровне очень спасибо я так понимаю вы говорите о том что иногда проблемы настолько размыты сформулированы что международные организации сложно взялись друг от друга в 1948 году когда была Сатанаус люди думали что будет какой-то единый орган единая ассамблея совет безопасности которые будут решать глобальные проблемы с тех пор мы поняли что необходимо многообразие международных учреждений МВФ МВТО МОД и другие организации мы говорим не просто о многостороннем сотрудничестве но о много-многостороннем сотрудничестве ООН сотрудничестве со многими другими международными организациями которые создадут фундамент для будущего если мы не сделаем это то мы не сможем помочь миллионам миллионов по всему мере помочь им достичь лучшего уровня жизни но есть и такой феномен как мини-сторонность так например в разрезе проблем с окружающей средой с финансовой системой преодолением глобального финансового кризиса я думаю мы должны думать о многостороннем сотрудничестве со множеством организаций нам нужна также подотчетность необходимого сотрудничества между государствами которые будут зарабатывать механизмы для того чтобы обеспечить подотчетность международных организаций именно поэтому я и говорю о большей двадцатке большая двадцатка напоминает 26 стран которые объединились для того чтобы поговорить о глобальных экономических проблемах всего несколько месяцев назад мы узнали о том что Южная Корея не смогла прийти к соглашению в обменном курсе с Китаем это соглашение было очень важно для нас глобальная двадцатка это всего лишь некоторые группы стран нам нужны и другие страны которые будут представлены международных организаций и нужна система выборности справедливая система которая будет обеспечивать это взаимодействие чтобы любая страна и большая и малая могла быть уверена в том что она будет представлена в этой организации и сможет озвучить свои идеи так что нам нужны не 26 стран а все страны 192 страны которые будут представлены в организациях и которые будут формировать будущие международные политики и будут решать международные проблемы и обеспечивать подотчетность. Мы должны думать о большом количестве многосторонних организаций, которые будут разрабатывать глобальные решения для глобальных проблем. Еще один вопрос, третий ряд. Здравствуйте, меня зовут Макс Крамер. Вы говорили о МВФ и ВТО. Это примеры, на которые мы должны ориентироваться в международном сообществе. Это крупные организации. Также вы говорили о бедности в Африке. Это довольно интересная связь, учитывая критику в отношении МВФ и ВТО со стороны ряда экономистов, которые говорят, что эти две организации навязывают экономику свободного рынка, и эти принципы, собственно, в Европе привели к кризису. Вы согласны с этим? Трагедия Африки, каким это известно, заключается в следующем. Африка – замечательный великий континент, огромный континент, и Африка на данный момент является импортером, а не экспортером продовольствия. То есть у Африки есть возможность не только кормить себя, но и кормить весь мир. За счёт своего сельскохозяйственного потенциала и за счёт зелёной революции, которую такие люди, как Кофианан, пытаются реализовать в Африке. Но из-за принципов торговой системы, из-за того, что производительность сельского хозяйства в Африке так низка, Африка экспортирует минимальные объёмы. Я думаю, здесь как раз нужно обратить на это внимание. Необходимы большие объёмы инвестиций для того, чтобы поддержать сельское хозяйство в Африке. Мы видим, что в Танзании, например, сельскохозяйственные продукты могут быть произведены в большем объёме благодаря поддержке революционных систем и других систем. Я думаю, это очень важный. Африка использует потребность финансирования. Здесь можно вспомнить роль Африки в 80-е годы. Ваши аплодисменты. Это те люди, которые не называют себя профессионалами, но только потенциал считают себя в перспективе синхронными переводчиками. Профессионалы выступают в субботу, а сегодня потенциал. Прошу делать поправку на оценки жюри. В этом туре победил участник, который набрал наивысшее количество баллов. 7,9. Это Агеева. Я хотел бы попросить некоторых членов жюри прокомментировать то, что сейчас происходило. Потому что после этого у нас будет перевод с русского на английский. Но сейчас несколько слов. Я не уверен, что я, когда мне было 20-22 года, что я так переводил. Конечно, кое-чего не хватает. То есть, с вашей точки зрения, потенциал у этих ребят есть? Потенциал есть абсолютно у всех. Ну, пожелать надо, чтобы все-таки каждое утро, полчаса, час было уделено целенаправленному чтению газет, интернета по-русски и по-английски. Изучение текущего информационного потока. Немножко не хватает этого. Но я восхищен. У нас интересные тенденции, на самом деле, по мере возрастания порядкового номера, возрастает профессионализм участника. На самом деле, я хотел бы сказать, что действительно высшая школа переводов очень хороших выпускников готовит. Поэтому, с точки зрения потенциала, это действительно хороший потенциал. И это действительно уже признаки очень зрелой такой хватки продемонстрировал участница номер 7. Что касается дальнейшего направления развития, для начала, в принципе, очень хорошо было бы все-таки подачу поставить. Потому что, ну, что грех оттаить, многие представители профессии, если совсем вот так, что называется, по чесноку, они признаются, что платят деньги не совсем за то, что мы говорим, а за то, как мы это делаем. Поэтому вот эта презентация в эфире, то, что называется delivery, то, что называется у музыкантов атака звука, она все-таки должна быть. Поэтому нашим участникам, я думаю, всем без исключения нужно этим заниматься. Собственно говоря, я ожидал худшего. Надо признаться, что материал-то был сложный. Там было много отсылок к цитатам из классиков, к каким-то историческим событиям. И некоторым участникам удалось с этим справиться значительно лучше других. Их я все-таки хотел бы отметить, вот, отметить Екатерину из седьмой кабины, которая меня просто поразила в самое сердце. В общем, молодцы ребята, так держать. И как вот Павел сказал, что он не уверен, что в свое время переводил лучше. Я точно знаю, что нет. У нас в зале, кроме жюри, находится еще профессиональный синхронист. Мне хотелось бы услышать мнение еще наших коллег, которые принимали участие в экспертизе полуфиналистов, когда мы выбирали их в финал. Удивлен, что это вообще категория потенциал. Вот. По-моему, все эти люди, в принципе, способны представлять профессию. Вот. Звучали некоторые комментарии по поводу того, что нужно работать над тем, как говорить. Но у большинства людей, по-моему, это все уже присутствует. И я согласен с тем, что очаровывающий голос из седьмой кабины, мне кажется, всех выбил в себя. Хороший, низкий, приятный бархатный тембр был слышен, даже когда наушники были не надеты. Это верно. Я согласен с вами. Из того, что удалось и что не удавалось, и это не критика, это просто признание. Самое трудное, оказывается, переводить юмор. Вот там предсказуемость как раз минимальная, просто по определению. Потому что шутка не шутка, если в ней не содержится элемент неожиданности. И если переводчик готов его воспринять, то все получится. Хорошо, если это цитата, если это шутка уже стандартная в мире состоявшаяся. А если это что-то новое, то это, конечно, очень трудно. И когда такое у переводчика получается, и когда это получается без видимых усилий, это можно только восхититься. Как держать? Сейчас мы переходим ко второму этапу. Перевод с русского языка на английский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова